У Украины недостаточно военной техники, чтобы начать контрнаступление. Об этом заявил замглавы Офиса Президента Игорь Жовко. Чтобы начать контрнаступление, необходимо иметь достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Также нужны бронированные машины и танки. Мы хотим, чтобы это контрнаступление было максимально успешным. В РФ через военкоматы набирают роты Шторм-Зет, набирают людей, у которых проблемы с законом. Об этом сообщил спикер восточной группировки МВСУ Сергей Череватый. У них какие-то грехи, которые они дают таким способом выправить. Або люди, которые в цивильном жизни, они стыкнулись с тем, что могут принести покорение. Как альтернативу, им предлагают идти и залазить эту войну в Шторм-Зет. США не разрешают украинским пилотам обучаться на истребителях Ф-16. Об этом сообщил Нью-Йорк Таймс. Без согласия с Вашингтона подготовка пилотов будет сведена к тактическим занятиям и изучению технических характеристик. Среди причин, из которых Белый дом тормозит передачу, указывается дороговизна истребителей и технологии, которые могут потенциально попасть в руки противника. В ночь на 18 мая территория Украины вновь была атакована вражескими ракетами. Как сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, 29 из 30 ракет были сбиты силами ПВО. В сети показали фото одной из сбитых ракет над Киевом. В полиции Киева уточняют, что разрушений пострадавших в результате ракетного удара не зафиксировано. Киев атакуют больше. В Воздушных силах объяснили концентрацию ПВО в столице. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, нужно рассчитывать. Потому что Киев атакуют чаще, а там, где бьют чаще, нужно больше защиты. Это очевидно и понятно должно быть всем. В Крыму между Севастополем и Симферополем сошли вагоны с зерном. Российские СМИ сообщают, что аварии предшествовал взрыв колеи. Движение поездов на участке приостановлено. Пострадавших нет, сообщил Аксенов. Также в сети появились первые кадры с места подрыва. На месте подрыва в Симферополе уже идут восстановительные работы. Расследование ЧП уже ведется. По предварительным данным известно, что это диверсия. Местные жители слышали звук взрыва в 15 километрах от железнодорожного полотна. В результате взрыва никто не пострадал. С рельс сошли 5 вагонов. Поезда на этом перегоне временно не ходят. Местных жителей доставляют к ЖД путям на автобусах. Что известно на данный момент об этом инциденте? Подрыв колеи случился примерно в 8 утра, когда состав зерном проезжал село Чистенькое. Взрывчатку вы заложили под путями. Взрывной волной разбросало до 5 вагонов. Звук слышали в соседних селах. Машинист не пострадал. Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановлено. Ремонт полотна продолжается. Представитель Украинского ГУР Юсов прокомментировал взрыв на ЖД путях в Крыму. По тех самих колях перевозять, напевно, і інші речі. Але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для Зарвницької війни проти України. Які використовуються для того, щоб, зокрема, вбивати цивільних, мирних українців і, звичайно, українських захисників. Тому цілком природні, що ці колії не витримались, стомились і тепер на деякий час не функціонують. Зрештою можемо констатувати, що абсолютно нормальна інфраструктура відповідально, безпечно запрацює тоді, коли Крым повернеться до України, в українське міжнародно визнанне законодавчі поле. Поки там терористи російські, звичайно, спокою там не буде. Зерновая сделка по експорту українського зерна продлена на 2 місяця. Благодаря усилиям нашей страны, поддержки наших российских друзей, вкладу наших украинских друзей, решено продлить черноморскую зернову сделку ще на 2 місяця. Також в МИД России подтвердили продление зерновой сделки на 2 місяця. МИД России подтвердило продление соглашения. Продление зерновой сделки предоставляет шанс на деле помочь обеспечить глобальну продовольственную безопасність. Цитирує ТАСС заявлений МИД. Продолжение следует...